Чтобы всегда чувствовать себя хорошо, нужно придерживаться простых правил. Одеваться по погоде, закаляться, вести здоровый образ жизни, принимать витамины и, самое главное, не забыть про своевременную вакцинацию. Как показывает практика, самый простой способ уберечься от сезонных болезней – это прививка. Она помогает обезопасить себя и от коронавируса, и от уже давно знакомого нам вируса гриппа. Вакцина – это защита организма, организм встретится с этим вирусом, выработаются аутоантитела, и в итоге, если вдруг даже человек заболеет, то он перенесет это заболевание намного легче, если он не будет вакцинирован. Человек избежит серьезных осложнений, таких как пневмонии вирусные и даже смерть. Поэтому на сегодняшний день вакцинация очень важна. С началом пандемии в 2020 году и по сегодняшний день вакцинация проходит на постоянной основе. И что радует, все большее количество людей ей отдают предпочтение. Ведь каждый знает, что предупредить болезнь гораздо проще, чем потом лечить. Для того, чтобы вакцинироваться, нужно записаться к терапевту. Он осмотрит вас, и если у вас нет противопоказаний, вы можете сделать прививку. Второй способ, на мой взгляд, более практичный – после диспансеризации. Можно и здоровье проверить, и сразу получить вакцину. Диспансеризация направлена на выявление факторов риска неинфекционных заболеваний. То есть мы приглашаем пациентов на прием к помощнику врача в кабинет диспансеризации, либо непосредственно к помощникам врача их участков. Кроме того, что им проведут анкетирование, им измерят артериальное давление, осмотрят полость рта, лимфатические узлы, внутриглазное давление померяют у пациентов старше 40 лет, сделают электрокардиограмму. В этот же день пациенту могут сдать все обследования, пройти флюорографическое исследование, маммографию могут пройти женщины, женский смотровой кабинет, мужской смотровой кабинет для мужчин. И в дальнейшем уже на основании этих исследований можно либо выявить на ранних стадиях какое-то заболевание, либо уже быть настороженным в отношении пациента, что вот, у него есть фактор риска развития этого заболевания, и за ним нужно пристальнее смотреть, для того, чтобы не упустить на ранних этапах развитие того-либо иного заболевания. Сегодня в медучреждении города Бреста можно вакцинироваться китайскими и российскими вакцинами. В наличии есть вакцина «Спутник Лайт», есть «Гам-Ковид-Вак» двухкомпонентная вакцина, которыми можно привиться. Кирацел. Наша поликлиника также не исключение, она будет вакцинировать пациентов от гриппа. В этом году планируется использовать три вакцины. Вакцина для профилактики гриппа, она трехвалентная, французская вакцина «Вакси-Грипп» и вакцина производства Швейцарии «Инфлювак» «Тетра». В нашей стране уже вакцинировано 68% населения, и это еще до начала основных холодов, что говорит об осознанности и понимании людей. Берегите свое здоровье и не пренебрегайте своевременной диспансеризацией. Виктория Гапутина, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.